Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео мы будем кроить и шить это платье. То есть я думаю, что каждый при желании за час-полтора сможет шить это платье, даже не за один вечер, потому что работая с этим трикотажем, прошу прощения, у вас не возникнет никаких проблем. Итак, сегодня мы при пошиве и при раскрое с вами рассмотрим построение вот такого воротника. Даже не построение, а это будет, ну, просто взять, как вырезать, да, и как потом вшить, я тоже это показываю. Само платье мы разбавили и добавили здесь тесьму, которая как лампаса идет по рукавчику. Также я сделала такую же тесьму от выточки на грудной и вниз. То есть она у нас не шла до самого верха, ничего, а одну выточку на грудную мы просто разрезали. И получилось довольно-таки нарядно и интересно. Кто захочет, может добавить карман. Такое платье прекрасно подойдет, если мы будем с вами надевать его и, допустим, под каблук, и под спортивную обувь. По бокам выполнены разрезы. Выточек талевых в этом платье нет. Работаем мы сегодня, я уже сказала, с трикотажем. Это трикотаж джерси, он у нас из интернет-магазина Тори Ткани. Ссылочки вам обязательно оставим в описании. Сам трикотаж очень-очень классный. Вот просто классный. Если кто-то себе купит, то вы будете очень довольны. Я просто так, ну, этого бы не говорила, потому что и я довольна. В этом магазине много тканей, шикарный выбор. Я всегда очень хвалю трикотажи, потому что они замечательного качества. И не только трикотажи, но трикотажи там, скажем так, преобладают. И для новых покупателей по промокоду Ткани Женщина вы получите скидку. Платье, в котором я сейчас стою, которое на мне, также был у нас мастер-класс на канале. Ссылочку на него также оставим вам в описании. Можете рассмотреть платье на мне. Оно облегающего силуэта. Ну, по талии у меня здесь более-менее свободно. А так, в принципе, облегающего. Длину рукава я сделала в этот раз, видите, прям до косточки. Потому что все-таки зимний вариант платья. И горловина тоже будет закрывать нам все. Ну, это для зимы тоже хорошо. Само платье мне предлагали сделать, ну, вот такой вот длины. Но за счет того, что я все-таки здесь вшиваю лампасы, то этой длины было бы недостаточно. Это я рассказываю для тех, кто, возможно, захочет сделать покороче. Поэтому рекомендую сразу сделать длину больше. А потом при примерке вы взяли и посмотрели, уже определились. По бокам два разреза. За счет того, что платье все-таки не короткое, чтобы нам было хорошо и удобно его носить. Прекрасно подойдет такое платье, если мы будем, допустим, одевать какую-то курточку. Да, будет хорошо смотреться. Пальто тоже замечательно. Ткань приятная, мягкая на ощупь и тепленькая. То есть в этой ткани, в этом трикотаже вы не замерзнете и будете себя чувствовать очень комфортно. Кстати говоря, вот лампасы, я не сказала, то, что я вшивала, эти ленты, они тоже из интернет-магазина Тори Ткани. Прекрасно-прекрасно дополняют. И делают платье, ну, более интересным. Для этого платья берем просто выкройку основы для трикотажа. Прекрасно все тянется. Можно делать очень облегающим. Можно делать, ну, умеренно облегающим. Я буду делать умеренно облегающим. Длину я хочу, чтобы в готовом виде было 70 сантиметров. Вот у меня линия талии. От линии талии откладываю 72-73 сантиметра. Ну, вот так вот, 73. Низ, естественно, проверяем, чтобы был у нас уже ровненький. И вот отмечаю линию талии. По переду сгиб, по спиночке шов. Вот, сразу прикладываю. Вот ничего не надо менять, ничего не нужно здесь моделировать. Поэтому я сразу беру и обвожу линию горловины. Вот по линии горловины, единственное, я вот так вот еще на сантиметр, наверное, пока приподнимусь. То есть потом мне примерка покажет, что у меня дальше будет. Ничего никак не расширяю. Делаю припуск по плечевой линии, только для того, чтобы втачать рукав. Рукав втачивается в открытую пройму. Когда у нас с вами не зашита еще боковая линия. Ну, можно и зашивать. И теперь, значит, то, что я говорила уже, еще раз повторюсь. Значит, у меня здесь минусовые прибавки. Поэтому здесь, ну, при желании мы с вами можем добавить, да, немножечко расширить. Ну, я буду вот так вот расширять, чтобы у меня был и припуск на шов сразу, ну, и немножко, чтобы не было сильно-сильно такое, ну, обтянутое. Значит, вот я прорисовываю эту линию. А по линии талии, ну, я могу вот здесь вот и чуть-чуть больше убрать. Вытачку прорисовываю. Она у меня будет на этом, на своем месте находиться. И здесь тоже я много большого припуска не делаю. Здесь, ну, пускай будет даже и в обтяжку. Линию талии намечаем. И теперь я хочу сделать разрезы по бокам. Поэтому откладываю. Ну, давайте я возьму так, сантиметров по 25. И здесь добавляю, ну, еще хотя бы по сантиметра полтора. Вот так. Все. Здесь у меня идет разрез. То же самое я проделываю со спинкой. Обвожу все точно так же. Делаю такие же припуски и прорисовываю все то, что нам необходимо. Для... Так, 73 я брала. Дальше вывожу. Для разреза. Все. То есть все сейчас обвожу. И единственное, что я делаю. Вот здесь вот по линии талии, там, где я буду делать шов, чтобы не делать выточку, сделаю прогиб. То есть вот здесь вот я больше выберу. Так, я все обрисовала. Теперь могу вырезать. Вот линия талии, линия талии. И здесь я буду делать прогиб. Поэтому сейчас, смотрите, перетягиваю поближе для того, чтобы вам показать. И по линии талии, ну, сантиметра полтора-два, я вот так вот делаю. То есть вот у меня есть линия, по которой я буду вырезать. Да, здесь уже вот я припуск ношу. Все сделала. Но здесь делаю обязательно прогиб. Обязательно повторяю ту же самую величину для разреза. Вот эти разрезы можно зафиксировать, допустим, проклеив флизелином. Чтобы они были более плотные. Можно этого не делать. Пошив будет очень быстрым. Такое платье можно сшить буквально за полчаса, за час. Так, и остается мне вот здесь все вырезать. Точно так же вырезаю полочку. Обводим рукав. Делаем припуск на подгибку низа. Здесь я тоже сделала 3 сантиметра. И смотрите, для того, чтобы рукав у меня, когда вшивался, вот было достаточно ширины. Вот, смотрите, рукав идет на сужение. Значит, внизу я делаю на расширение. Потому что при подгибе у нас будет более широкая часть. Припуски на швы обязательно по рукавчику делаем такими же, как мы делали и припуски с вами на самом изделии. То есть, если вы здесь больше прибавляли, и на рукавах тоже прибавляем то же количество сантиметров. Вырезаем. Насекаем с вами там, где у нас высшая точка рукава, там, где переду идет рукавчик. И сейчас сразу делаем воротничок. И приступаем к пошиву. На рукавах сразу же наносим место там, где мы будем вшивать с вами тесьму. Значит, тесьма у нас не тянется, рукав сильно тянется. Поэтому, когда будем пришивать, надо смотреть, чтобы не было и сильное растяжение, и при этом все было хорошо. Вот высшая точка оката рукава. По ней и будем нашивать тесьму. Она может пришиваться у нас либо ближе к переду, ну, мы можем с вами сделать так, чтобы она не прям шла по высшей точке. Мы можем ее и сместить. Ну, я буду делать так, чтобы она шла по высшей точке. Значит, смотрите. Вот у меня высшая точка. Здесь я рукав складываю пополам. И тоже немножко высекаю, чтобы мне было удобнее все это делать. Вот так вот. И остается теперь... Ага, вот у меня к переду. Что я делаю? Смотрите. Вот я беру 2 точки там, где я высекала. Вот одна и вторая. Вот у меня одна. И вот у меня вторая. И поскольку ширина у меня здесь сантиметра полтора, да, вот полтора сантиметра, поэтому миллиметров на 7 я сдвигаюсь. И вот здесь сразу же провожу линию, по которой я буду пришивать. Вот так. Раз. И булавочкой подкалываю, прокалываю, что отсюда и сюда. Да, то есть, чтобы я потом не искала, как оно мне сюда вмешивается, или сюда, вот сразу раз, я это проделала. Следующую смотрю. А здесь у меня будет на эту сторону. То есть сразу там, где я рассекала, 7 миллиметров. 7 миллиметров. И тоже провожу линию. Потом только прикладываем и пришиваем. чтобы было удобно. И мы ничего не смотрели, не искали и не ошиблись, распределили. Рукава уже готовы. Теперь спинка и полочка. Значит, по полочке, право-лево, где мы будем с вами нашивать тесьму, не имеет значения. Я буду пришивать, например, с правой стороны. Выточку я разметила. И правую, и левую сторону. Теперь смотрите, на выточке, в зависимости от того, где вы захотите нашивать тесьму, тоже смотрите, я вот так вот ее, ну, как бы нахожу центр и разрезаю. Ну, вот так вот. Не дорезая до самого края. Так, теперь. Провожу вот так вот две линии. То есть, буду пришивать. Раз, два. Можно одну, можно две. Проводим линию относительно середины переда. Тоже складываю, чтобы мне было видно. И чтобы было все ровно и правильно. Значит, я вам сейчас показываю, а потом я наведу без вас. То есть, мы нашли центр. Вот здесь выровняли все. И теперь смотрите, вот, допустим, первую я буду пришивать, ну, вот отсюда беру, от центра. Вот сгиб у меня ткани. Ну, допустим, у меня будет вот, 17 сантиметров. Да, я отмерила. Значит, еще смотрю 17 сантиметров, чтобы была прямая линия. И проведу одну линию, и вторую. Это я сделаю за кадром, чтобы ваше время не забирать. И теперь нам остается раскроить воротничок. Вот здесь вот, когда мы выкраиваем, всегда вы можете немножечко себе прибавить, чуть-чуть больше, для того, чтобы у вас воротник хорошо выкладывался. Сейчас я быстро беру сантиметр. Я имею в виду, даже не то, что выкладывался, а чтобы не было так, что у вас не хватит. Так, беру и измеряю. Так, вот у меня 10 сантиметров. И теперь, смотрите, вот миллиметров 7 я опускаюсь, потому что здесь будет шов, и прикладываю эти 10 сантиметров. И иду дальше. Дальше вымеряю. Когда мы вымеряем, то здесь же тоже у нас припуск на шов должен быть. Поэтому, смотрите, вот у меня получается 24. Я сейчас возьму прям 26. Пускай будет припуск, потом я срежу. Теперь берем опять трикотажик наш. Смотрите, тянется хорошо. Вот это вы должны учитывать. И теперь я сказала, что 26 сантиметров. Ну, можно и больше вырезать, потом срезать. Не важно. Прямой угол у меня здесь можно брать по косой. Смотрите, как он у вас лучше тянется. У меня что так тянется, что так одинаково. А вы проверяйте, потому что в зависимости от того, с какой тканью вы работаете, вы, возможно, будете что-то менять. Все. Вот у меня прямой угол. Вырезаю. Я возьму высоту, ну, чтобы она была, наверное, сантиметров 5-6 есть в готовом виде. Поэтому я беру вот так, 13 сантиметров. Ну, то есть, если вы хотите больше, пожалуйста, берите больше. То есть, вот у меня сейчас 13, ну, максимум 14 могу взять. Но я такую высокую, вот сильно не хочу, чтобы она была такая умеренная. Беру 13. И 13. Так, провожу. Теперь то, что я вам говорила, 26 сантиметров. Вот так. Потом я срежу. Все. Это наш воротник. Все можем шить. Итак, последовательность пошива у нас будет такова. Начнем мы с тесьмы. Пришьем ее на рукава и на полочку. Пришиваем тесьму, не растягивая при этом ни саму тесьму, ни трикотаж. Ну, вот здесь вот по буквам вы можете смотреть сверху вниз, снизу вверх, как они должны читаться, как вы захотели, вот так и сделали. Мне нравится больше. Ну, вот так вот я пришиваю, вот так. Возможно, это не по правилам, но мы с вами повторяем. Я художник, я так вижу. Вот я так хочу, я так шью, я так и хочу, и все. Так и сделаю. Теперь необходимо сточать выточки. Одна у нас разрезана, вторая нет, поэтому складываем и прошивать. Начинаем от широкого края к узкому. То есть, вот так вот я складываю, завожу под машинку, делаю обязательно закрепку и прошиваю. Делаю закрепку тоже и в самом начале и в конце. Эту выточку нужно сшить точно так же, только вот здесь вот необходимо обработать оверлаком. Оверлаком обрабатываем низ рукава выточку, которую я сказала, и сточать спинку посередине, для того, чтобы у вас край не, ну вот как бывает, да, иногда уходит и не захватывается два слоя, поэтому нам всегда нужно, чтобы мы хотя бы на миллиметр просматривали нижний слой. Тогда мы его не потеряем. После того, как я сейчас закончу спинку, будем соединять плечевые швы, прикладывая их лицом к лицу и сразу вточать рукава. Плечевые швы сначала, если ткань плотновата либо трикотажек, мы их поворачиваем и буду заутюживать я их к переду. Выточка нагрудная будет заутюживаться вверх. Прикладываем, совмещая плечевой шов и высшую точку оката рукава, смотрим, что надсечка соответствовала полочке. Булавочками складываем, закалываем. Рукавчик у нас полностью, полностью нормально все входит, все вточается. Смотрите, все, видите? И точно так же вот здесь. И вшиваем два рукава, а после этого я иду все утюжу и потом складываем вместе рукав и проходим рукав, так как он вшит, и боковой шов до разреза. Перед тем, как сточать боковой шов и рукав, смотрите, вот рукав я уже вшила, срезы на рукав располагаются, низ рукава я заутюжила, чтобы потом легче было их прошивать. И теперь складываем вместе, фиксируем, буду начинать я снизу и подниматься вверх. почему так лучше, потому что смотрите, швы, они идут наверх рукава, да, и вот так вот будет удобнее. И сразу же я обработала низ изделия и разрезы с небольшим заходом на боковой срез. Поэтому я сейчас вот так вот все ровняю, смотрю, чтобы у меня низ был на одном уровне, выкладываю, фиксирую булавкой и отсюда вот начинаю. А потом на машинке я, допустим, сделаю пару сантиметров, там два-три, делаю закрепку и здесь у меня все пойдет в разутюжечку, эта часть. А здесь будет все швом сделанным на оверлоке. Боковой срез я заутюживаю на спинку, а здесь, естественно, вот так вот у нас все идет в разутюжку, я все проутюживаю, все вот это вот выполняю и выполняю подгибку низа изделия и подгибку рукава, то есть прокладываем строчки. Остается нам пришить сам воротничок. Спинку мы заутюжили в ту сторону, какую нужно. Значит, вот смотрите, у меня, видите, вот здесь, после того, как я заутюжила, немножко, как край подтянулся, вы тоже на это обратите внимание и, естественно, вот это вот все лишнее, все, что у вас вверх пошло, вы все срезали, на какую сторону я заутюжила, закрепляю, чтобы у меня не было одной-второй стороны, но я имею в виду, чтобы у меня внизу было вправо там, а вверху влево, раскладываю, сам воротничок, теперь беру, вот так вот ровняю и еще раз прохожу воротничком, вот я даже там вот чуть-чуть прибавила, то есть я прохожу и немножко даю натяжение, но при этом сильно не растягивая, то есть вот так вот я смотрю, ну вот у меня практически все есть, все складывается, ну вот так вот я где-то срежу, все-таки в районе сантиметра это будет лишнее, и теперь сейчас я его складываю лицом к лицу, значит смотрите, вот здесь вот прокладываю шов, потом, естественно, он у меня получается вот таким вот, сам шов я буду располагать тоже по спинке, можно расположить его и вот здесь вот, не на спиночке, по плечевому срезу, посмотрите, как вам лучше, и затем я беру распределяю, ну я на спинке буду делать, нахожу здесь центр, нахожу здесь центр, и пришиваю, пришиваю таким образом, чтобы складывать, нам было легче его и пришивать, то лучше, конечно же, вывернуть на изнанку, вот так вот, и тогда вкладывать воротник, ну вот он меня вшит, вот сюда, распределяем, вшиваем, и платье готово,